Требования, установленные Министерством по налогам и сборам к бизнесу, известны. Предприятия, которые торгуют маркируемыми товарами, должны перейти на их дифференцированный учет и заменить кассовое оборудование. Всего в республике зарегистрировано в системе контроля около 270 тысяч касс, и его применяют более чем 120 тысяч субъектов хозяйствования. Учитывая серьезные масштабы, ограниченное время до дилайна, а также тот факт, что одномоментно и провести все необходимые процедуры что-то из ряда фантастики, очень важно позаботиться обо всем заранее, а значит, прямо сейчас. Работы по замене парка кассового оборудования в республике Беларусь, соответствующие новым требованиям, должны быть завершены до 1 января 2025 года у субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров маркированными мунифицированными контролями знаками, а для всех остальных субъектов хозяйствования до 1 апреля 2025 года. Применение новой технологии дает большие возможности и выгоду бизнесу. Для управления кассовой техникой теперь стало достаточно смартфона, сокращаются издержки на обслуживание. По желанию клиента сотрудник может отправить электронную версию чека на почту клиента, либо в любой мессенджер. Чтобы избежать напряженности и негативных последствий, всем пользователям кассового оборудования рекомендуем уже сейчас необходимо обратиться к операторам программных кассовых систем для заключения договоров на поставку кассового оборудования по новым требованиям и установление мер ответственности за их несоблюдение, подача заявок на замену программных касс и кассовых аппаратов. Сроки перехода на новые кассовые оборудования определены и переноситься не будут. С 1 июля 2025 года за использование кассового оборудования, не соответствующего новым требованиям, будут применяться административная ответственность. Несвоевременная замена может привести к проблемам с обслуживанием и задержкам в работе, что может помешать завершить замену оборудования в установленные сроки. Продолжение следует...